Вы знаете, почему диеты и фитнес не приносят результатов? Потому что лишний вес – это не только килограммы и сантиметры. А что же еще не дает снижать вес? Оказывается, у лишнего веса есть двойное и даже тройное дно, как у шпионского чемоданчика. Для кардинального снижения веса нужно открыть его тайное третье дно. Какие три уровня у лишних килограммов смотрите в этом видео и проходите бесплатный тест по ссылке ниже, чтобы узнать, какое двойное дно у ваших лишних килограммов? Представим, что этот стаканчик – это наше тело, то есть некая внешняя оболочка. И мы лишний вес привыкли воспринимать со стороны тела, как килограммы, как сантиметры, как складки на талии. И мы пытаемся воздействовать на тело массажами, диетами, физкультурой. Успешность, ну так скажем, под вопросом. На диете или за счет тренировок похудеть можно, но это требует большого количества усилий. И как только диета заканчивается, килограммы возвращаются. Еще и с друзьями. С друзьями, да. Заглянем глубже. У нас сегодня задача заглянуть глубже. Что у нас внутри? Пищевое поведение. Это наши, допустим, привычки питания. В том числе пищевые сценарии, которые мы усваиваем из семьи. Там ложечку за маму, общество чистых тарелок, без хлеба не наешься. А помнишь, как в детстве не встанешь из-за стола, пока все не доешь. И ты сидишь, мучаешься, плачешь, давишься этой кашей, но тебя не отпускают гулять. Ты же сплошь и рядом, да? Да. Но это еще не самая сердцевина проблемы. Если еще заглянуть поглубже, разобрать, так сказать, на запчасти, что совсем внутри? Это как раз подсознательные причины набора веса, причины удержания в себе отеков, токсинов, килограммов, лишних проблем, отживших эмоций, когда мы цепляемся за какие-то отношения, которые давно порвать, а страшно, когда мы продолжаем ходить на нелюбимую работу и боимся осмелиться и замахнуться на что-то большее. Вот это как раз подсознание. И если говорить про лишний вес, то разные авторы выделяют от четырех до пяти причин, всего лишь пять причин, которые удерживают лишние килограммы. В психологических причин. Да, вот в самой глубине. Вот на этом уровне пищевого поведения, там их может быть гораздо больше. Там индивидуальный коктейль причин, там может быть, например, вес весомости. Угу, значимости, да? Такое в обществе. Да. Там может быть, например, вес лояльности. А лояльности как? А, например, лояльность... Вот ты заговорила про родовые сценарии. Я еще подумала, у нас сейчас в эзотерике обвинят, наверное. Нет. Поэтому нужно объяснить, о чем мы говорим. Например, лояльность, то есть приверженность женщинам семьи, которые, ну, мало ли, не были счастливы, не были здоровы, не были стройны. И тогда мы берем подсознательно эти сценарии, продолжаем им следовать, сами того не желая. Ну да, я это имела. Не хотят. А 95 процентов как бы усваивают, что если я пойду другим путем, то я не смогу поддерживать отношения, не смогу быть на одной волне с теми близкими, которые мне дороги. Мне легче так же жить, как они, продолжая этот сценарий, но чтобы они меня любили и хорошо ко мне относились. Какие психологические причины удерживают лишние килограммы на вашем теле? Пишите ваше предположение в комментариях. Чем больше таких причин вы найдете, тем легче избавитесь от веса. О самых глубинных причинах веса я вам расскажу в следующих видео. А пока проходите тест по ссылке под этим видео и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить продолжение. Если нажмете на колокольчик после подписки, то будете получать уведомления о выходе новых видео на вашу почту. С вами была Галина Турецкая, Эксперт по лишним килограммам. Будьте стройны и счастливы!